Благодаря проекту Века РРСАМ возродилась рыбная отрасль региона. За эти годы улов рыбы увеличился в 20 раз. В прошлом году было выловлено 7364 тонны рыбы. Большая часть улова приходится на долю малого орала. В области на сегодня работают 9 рыбоперерабатывающих заводов общей годовой мощностью 12,5 тысяч тонн. 4 из них имеют еврокод. Рыба экспортируется в 10 зарубежных стран. Однако, как показал анализ, мощность заводов в два раза превышает объемы улова. Одно из главных направлений программы развития рыбной отрасли до 2030 года – пополнение рыбных запасов. Камастебаски рыбопитомники ежегодно выпускают в Малое Аральское море и в 207 рыбохозяйственных озер до 15 миллионов мальков. Развивается производство товарной рыбы. В области в целях развития рыбного хозяйства и обеспечения сырьем рыбоперерабатывающих заводов ведутся работы по выращиванию товарной рыбы. В прошлом году выращено 184 тонны, в 2020 году – 155 тонн. В прошлом году за счет обоснованного бюджета подготовлено 51 биологическое обоснование на организацию садковых, товарных, продовых хозяйств. Разработана проектная документация гидротехнических сооружений для стабильного водоснабжения 19 озер, подготовлен паспорт семьи рыбохозяйственных водоемов. Сейчас представители компании «Агрофиш-2020», которые купила простаивающий рыбоперерабатывающий завод «Атомеден Рыбпром» в Аральске работают над запуском объекта. Подана заявка в Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Акимат области о выделении участка для лова на Малом Арале. Всего здесь 18 участков для лова рыбы. По данному вопросу Акиматам области разъяснено, что проведение конкурса по закреплению рыбохозяйственных участков не относится к компетенции местного исполнительного органа. В соответствии с законом об охране, воспроизводстве и использовании животного мира, данный конкурс проводит Комитет рыбного хозяйства, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов. В марте текущего года истекает срок эксплуатации шести участков. В декабре прошлого года комиссии Комитета рыбного хозяйства было принято решение о закреплении четырех участков за прежними природопользователями. Остальным двум отказано в связи с несоответствием к квалификационным требованиям. В этой связи нами было разъяснено представителем ТО «Агрофиш-2020». В случае, если природопользователи, которым было отказано в закреплении двух участков, не обжалуют решение конкурсной комиссии, Комитет вынесет оба участка на конкурс, в котором имеет право принять участие каждый гражданин Казахстана.